Как-то хочется ближе к народу туда, и пониже, особенно для меня, в церкви. Знаете, прекрасное время, которое мы провели здесь неделю, я уже почти неделю и три дня вместе с вами, сестры. Знаете, в нашей жизни бывают такие моменты, ну, пастор сказал, жатвы, да, а иногда просто отдыха. Вот при всей той нагруженности, да, в эти три дня и всей этой заботе для меня, лично для меня, это было время отдыха. Я объясню, почему. При том, что я много с вами говорила, ну, у меня редко бывают такие маленькие компании, и мне было очень комфортно. У меня редко бывает в таких служениях ночи, в которые я могу спать. Это тоже редко. Все женщины мне давали спать. Никто ко мне не приходил. У меня почти не бывает возможности, чтобы просто побыть в тишине, наедине, и там была эта возможность. И вы знаете, у меня такое было ощущение, что как будто Бог взял нас с этого суетного Канзаса и поместил в какую-то там, не знаю, часть мира. Мне казалось, что там нет никого, и нигде больше вокруг никого не существует. Такой тишины я давно не испытывала. И для меня это было время вот такое тихое, настолько приятное, при той как бы и общительности, да. Но были моменты, когда Бог подарил мне этот покой. Я могла рано утром встать и уйти к озеру, и наслаждалась, как дятел стучал по дереву, и наслаждалась цаплей, которая всячески убегала от меня, и многими другими птицами, которые пели, мне казалось, для меня, потому что вокруг никого не было. И на самом деле в нашей жизни Бог дает какие-то минуты. Вы знаете, при всей нашей суете, при нашей гонке, при спешке, при страшных таких, бывает, тяжелых обстоятельствах, Он заботится вот о каждой душе, чтобы дать какой-то покой. Иногда, может, мы не замечаем, а иногда Он насильно помещает нас в этот покой, когда вдруг мы заболеваем. И Он говорит, слушай, отдохни, милая дочь, полежи маленько, может быть, порассуждай. Иногда Он забирает нас из этой суеты, чтобы даже вот куда-то перенести, как кого-то там вознес на небо, да и в другом месте очутился. И вот для меня вот это время было такое, время отдыха, хотя я вам служила, и, слава Богу, Господь давал какие-то слова, и я понимаю свою зависимость от Него. Это было приятным временем для меня. Одну мысль, которую я хочу вам просто, можно сказать, повторить, которую я поделилась с женщинами, которая меня коснулась на этом ретрите, кто нам делал вот эти картинки, для картинок все? Алена? Нет, нет, он делал подставочки. А кто задумывал это? Лена. Вот прям особенное спасибо хочется сказать. Вы знаете, когда нам Иринка предложила, а потом еще сказала, что Даня все эти досточки делал, подставки, и вообще в шоке была, ну, она нам предложила рисовать. Слушайте, для меня нет ничего страшнее, чем рисовать. Я в своей жизни никогда не держала кисточки с красками в руках. И в школе единственный предмет, по которому у меня была тройка, это рисование. Была бы двойка, просто учители ожалели меня и ставили тройку, потому что я даже яблоко не могла нарисовать. И вдруг нам предлагают рисовать, какой ужас. И я сидела и думала, Боже, я сейчас опозорюсь перед всеми. Они все рисуют, и я никогда не рисовала. И вы знаете, когда мы стали рисовать, на самом деле, я просто много-много мыслей пошло в моей голове. Я делилась этой мыслью, и хочу с вами поделиться. Вы знаете, в нашей жизни о каждой судьбе, о каждом человеке Бог рисует свою картину. И когда я эту кисть держала и наносила какие-то штрихи, вы знаете, среди красного вдруг появились черные оттенки, и мы много там черной краской рисовали. И когда мы закончили эти картины, я была поражена очень. Потому что абсолютно все мы рисовали один сюжет. Мы срисовывали с одного образца. Но все, сколько у нас были, картины получились разные. У кого-то больше было черного, у кого-то меньше. У кого-то было много белого, а у кого-то почти не было. У кого-то эти оттенки были серыми. И вы знаете, мне пришла на память эта мысль, что Господь рисует судьбу каждого человека. И в нашей жизни мы проходим разные обстоятельства. Иногда эти дни белые, иногда они солнечные, иногда они сереют в нашей жизни, а иногда мы видим черные пятна, которые нас очень огорчают, которые иногда дают нам, знаете, тревогу, иногда разочарование в Боге даже, иногда отчаяние приходишь ты. И много в жизни проходим мы таких трудных ситуаций, которые нам непонятны. Вы знаете, в нашей жизни тоже были много ситуаций, которые нам были непонятны. В моей жизни Бог тоже меня вел. Я многими из них делилась с сестрами. Когда однажды Господь забрал первого ребенка, долгожданного, и он умер очень неожиданно, и умер по вине врачей. Это было... Я даже не рассказывала всех подробностей сестрам. Это было страшно. И у меня было непонимание. Потому что я, молодая девчонка, приехала на Дальний Восток, с южного большого города, с огромной церкви, где было все благополучно. И вдруг, мало того, что нас преследуют, нас гоняют, вдруг я теряю ребенка, которого я очень ждала. И у меня был Богу вопрос, Господи, что Ты творишь? Господи, почему Ты это делаешь? Только-только мы оклемались, и я вышла из больницы, и у нас случается дома взрыв. Обожженные тела, которые до сих пор прошло много лет, и я ношу эти пятна на самом теле, как напоминание. Я говорю, Господи, что Ты творишь? Прошло еще немного времени. Родился один из наших сыновей и шесть лет не разговаривает. И опять вопрос, Господи, что Ты делаешь? Господь, почему это в моей жизни случается? Почему Ты допускаешь какие-то потери, какие-то страшные боли, какие-то обстоятельства непонятные для меня? Я много задавала Богу вопрос, Господи, Ты давал обетование. Ты говорил, кто оставит отца или мать, кто оставит братьев и сестер, кто оставит свои домы ради меня, то Ты дашь больше. А у меня? Я оставила это все, но Ты почему-то все забираешь. Так и почему-то проводишь долину какой-то смертной тени, каких-то трудных обстоятельств. И буквально пару лет назад, когда мы уехали на служение вместе с мужем на рождественские каникулы на север, в одной из церквей, которую нас пригласили, мы уехали и были спокойны. Мы пробыли там две недели, трудились так, что, когда мы возвращались, мы даже разговаривать не могли вместе уже. Уже языки деревянные были. Много-много там было слез с людьми, души, попечения. И вы знаете, когда мы вернулись домой и зашли в наш дом, мы поняли, что что-то не так. Мы увидели, что наше отопление размёрзлось, ибо все батареи и трубы лопнули, и котёл, который был, тоже лопнул. К нам уехали, наступил мороз. Мороз было 48 градусов. И всё наше отопление, стандартное, стабильное, лопнуло, перемёрзли трубы. И вы знаете, когда этот мороз пришёл, даже наши дети не смогли приехать, чтобы проверить дом, потому что у всех замёрзли машины, а наши дети далеко от нашего дома живут, за городом. И вы знаете, мы когда зашли и почувствовали, что-то не так, мы глядывали на градусники, а градусники минус один дома. И опять вопрос, Господи, ну что ты делаешь? Ну почему это происходит? Ну для чего это происходит? Почему ты послаешь эти отчаянные обстоятельства, когда две недели пришлось жить в шубах, в шапках, в варежках и менять всё отопление среди зимы? Ну ладно бы летом. Выкинул все вещи на улицу, сделал быстро. Но пришлось вырезать все трубы по всему дому, делать сварку, менять всё отопление и жить в этом морозе вместе с детьми. Знаете, иногда дети с нами проходят эти трудные моменты. И нас друзья просили, давайте мы детей заберём. Не, мы будем вместе, как в Израиле, Бог говорил, вместе с детьми, со скотом, со всем. Будем все переживать это. Будем проходить эти обстоятельства. Не знаем для чего. Но вот так в жизни нашей у каждого есть свои обстоятельства. Мне хотелось бы сказать, что сегодня каждый из вас что-то тоже проходит. У кого-то сегодня светлый, радостный день. Может быть, мы приехали под впечатлением. У кого-то горе, а у кого-то смерть родных, а у кого-то болезнь, а у кого-то потеря, у кого-то трагедия в семье. Господь делает то, что Он хочет. И нам кажется, что это случайность. Нам кажется, непонятно. И кажется, что это ошибка. Но вы знаете, я говорила женщинам, когда мы однажды попали в картинную галерею в Санкт-Петербурге, мы смотрели там огромные вот эти картины на всю стену. И когда мы подошли близко, вы знаете, и смотрели на картину, думали, ну чем тут люди любуются? Вот просто мазки какие-то, вот эти кисти, когда мы рисовали, я это вспомнила. Вот простые, некрасивые мазки. Но когда ты отходишь подальше от этой картины, ты вдруг начинаешь восхищаться этой прекрасной картиной. Вот истории в нашей жизни или события, которые приходят к нам с сегодняшнего дня или вчерашнего, или завтрашнего, это будет один штрих, один мазок, который Бог нанесет на картину всей нашей жизни. И Он в своей руке держит эту кисть. И мы не знаем, сегодня у Него будет красная краска на кисти или черная, а может быть серая, а у кого-то белая. Господь рисует картину. Вы знаете, нет в жизни обстоятельств, которые мы проходим, бесполезных. Я вам рассказывала о своих обстоятельствах, некоторых минимальных, может быть. Ну, я рассказывала сёстрам тоже, как Бог использовал эти обстоятельства через 30, через 40 лет. Бог даёт нам прожить какую-то трудность, чтобы кому-то быть полезным. И через 30 лет приходит в жизнь мою человек, который тоже потерял ребёнка, которому я могу дать утешение. Через 15 лет, после того, как мой сын заговорил, Бог посылает мне другую женщину, которая расскажет историю своего сына, как будто бы повторяя историю моего ребёнка. И в нашей жизни, знаете, Бог даёт вот эти ситуации пережить, чтобы мы были для Него полезны. Кому-то, чтобы мы могли сочувствовать. Кому-то, чтобы мы перестали гордиться, может быть, своей семьёй, своими детьми. Потому что так бывает, когда в жизни всё благополучно, и семья вся в церкви, и дети в церкви. Вы знаете, мы начинаем гордиться, что вот у нас и детей много, и они все христиане, и мы как будто бы себе в заслугу это ставим. И люди, у которых есть трудности с детьми, у которых есть дети, которые отступили, они впадают в отчаяние. И поэтому иногда Господь нас берёт и проводит этими ситуациями, чтобы мы перестали гордиться, чтобы мы начали сочувствовать, чтобы мы начали понимать людей, чтобы мы были полезными, чтобы мы могли дать надежду, а может быть плакать с плачущими. Поэтому в каждой нашей жизни мне хочется сказать, что когда вы будете проходить или проходите сейчас долину, так сказать, смертной тени, чтобы вы понимали, это штрих сегодняшнего дня. Дальше будет картина. Мы её, может быть, только вечности поймём. И многие моменты, которые случились в нашей жизни, они нам до сих пор непонятны. Для чего Господь это делал? Но Он допускал прожить и перенести эти моменты. Хочу, чтобы мы не отчаивались. Хочу, чтобы мы знали, ещё не всё. Картина ещё рисуется. Пока мы живы, Господь делает что-то в нашей жизни. Он прикасается к нам и не всегда красивыми красками. Я хочу прочитать маленький стих, который тронул меня, который я читала уже сёстрам, но поделюсь вот со всеми. Ещё раз, который когда-то мне прислала моя подруга в момент отчаянных обстоятельств. И он меня очень утешил. Чёрные точки на белом разбросаны. Кто-то рисует. Чёрные точки по белому россыпью. Странный рисунок. Не подчиняются смыслу и правилам точки на белом. Будь я художником, всё бы исправила. Как это сделать? А человек рисовал. Изменились вдруг чёрные точки. К ним пририсованы палочки, линии, знаки, крючочки. Ключ появился предровнными строчками в самом начале. Точки теперь больше не были точками, нотами стали. Кто-б мог подумать, за чёрными пятнами чудо такое. В точках на белом мелодия спрятана чьей-то рукою. Струны рояля и клавиши узкие, нотный листочек. И зазвучали прекрасной музыкой чёрные точки. Вчера мы рисовали много чёрным цветом. И вы знаете, когда мы дорисовали, эти чёрные точки стали прекрасным рисунком. Эти чёрные линии, эти чёрные деревья, которые мы рисовали, и мы только внесли красный цвет в зонтик, который был у женщины, и картина преобразилась. Какой-то красный цвет в листочке на деревьях, в цветочке на полях. И так Бог рисует каждому свою картину. Мне хотелось, чтобы мы не отчаивались, когда в нашу жизнь пришёл этот чёрный цвет. Когда мы не понимаем, когда, может быть, мы не видим действия Божьего, мы могли доверить. Господь рисует. Рисует о каждом из нас свою картину. Дай Бог нам быть в Его руках кистью послушной, не возмущаться, когда он чёрный цвет берёт и макает эту кисть. Но чтобы нам пройти этот путь, и как Давид говорит, «Если пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты со мною». Господь со всеми вами и с нами тоже. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова